сегодня у нас 3 число мая время после обедена еще не позднее сижу тентами макдональдса изучаю карту мы на точке старта на почтовой площади здесь у нее самый жаркий в году до сей поры немножко ветряный сколько же показывает мой компьютер будет конечно показать 25 но я еще недавно ехал пас еще на улицу на перегрелся за 20 температура на днепре легкое волнение очень быстро и легкое и среднее мелкий язык на средней волне а вон где буксир в кое веке увидишь кораблик на днепре видел кораблик праздник значит удача все светит удача раз мы увидели кораблик я опять сегодня имею вонапартовские планы но боюсь ноги места закрыты то я даже не стоит соваться начну с феофанией возможно она открыта обещали сегодня облачный день но произошло то же самое что и было вчера вчера обещали сплошную облачность но был день без облачной и сегодня тоже ну какая-то какая-то дымка есть что-то такое там в атмосфере крутится несомненно переста и влака ну а день солнечный хороший все кажется среда день будний где гуляет по мосту немного это мы на столичном шоссе почти напротив светлопарка уродливого ужасного безобразного светлопарка сейчас я думаю по этой тропинке мы доберемся к началу пироговского шляха не буду я ехать в этом чертовом шуме что-то здесь должно быть какой-то проезд и конечно рискуют но без этого тут супрам зона большая будет длинная красиво как бы настолько на холме не затянуло а прочь у нас не затянет ничего страшного и затягивает куда-то вверх здесь запах горелой резины то ли они печь резины отапливают то ли жигают резину подъемчик то тут у нас немалый так сообразил я тянет нас наверх на самый конец лысой горы ну ладно по краешку прокатимся тут край открыт должен быть для прогулок вот мы и на самом верху столичное шоссе тут какая-то промзона а тут вот это я посмотрел крутой или здесь склон да крутой но удивительно что за растровой здесь вот новостройки еще с дом не сдан вот эти уже сданы наверное по краю и горы не можно видеть как хорошо это наш город с каждым часом по самому ландшафту по силуэтам домов очень хорошо видно как хорошо это как хорошо это свитчатка много тут ее в чистоте чистоте ну куда направо на лево сейчас решим агаристка направо и и и Какие уже цвета. Очень старый сад. Вон видно дома светлого парка. Это не светлый парк, это хоррор парк. Пойдем пошел. Не представляю, что куда. Так думаю. Пойдем. Не очень представляю, где я. На картуху смотреть не хочу. Так, я, кажется, понял, где я. Я уже въехал, в принципе, в ту часть парка в Типеру. Просто здесь выросло столько травы, и так не топнуло, не хуже на все, что я сразу и не узнал. Огромная птица какая-то. Вот здесь есть достопримечательность. Останки дуба. И, надо сказать, дуба грандиозного. Корень какой. Лицо изображено. Здесь тоже. Манки. Плоское лицо. Манки. Плоское лицо. Вон рядом какой дуб. Кто ж это такой? Ворон? Или ворона? Тут думка, конечно, дуб с этим не сравним. Это ребенок по сравнению с тем. Вон, сову гоняют. Вороны и сороки. Боже, вон она полетела. Они покоя не дают. Это бьется бедная сова. Ну, теперь не ясно, куда они скрылись. Как же это слово называется? Вернулись наши герои, все победили сововодных. Вот, победный крик, клич прозвучал. Не надо же. Вот дерутся эти вороны и сороки. А где надо, скопировались. Тоже победный крик. Сороки. Куда же они сову прогнали? Как же они называются? Ну, сейчас полмены. Да, жаль. Отличное место было для съемки, когда мы стояли. Но с такой скоростью не успеешь среагировать. Ведь, если бы она хотя бы минуту с ней подралась, она решила браться во своясе и по добру, по здорову. Не было у нее желания сопротивляться. Ага, сорока все еще взволнована. В общем, так. Не будем торопиться, потратим какое-то время. Вдруг сова не улетела. Вот сова прямо над нашей головой, боже. Скорее вынимаем оружие наше. Так, это неясыть. Сорока прыгает вокруг нее, вот она тут сидит. К нам повернулась. Сейчас мы ее... Вот она, голубушка. Ну, отлично. Сейчас мы тебя снимем получше со штатива. Руки-то дрожат. Так, вот она. Я не знаю, какая будет резкость. Очень сложные условия съемки. Сорока и ворона подлетели к ней совсем близко. Поорали на нее по-хозяйски. И скрылись. И оставили нашу красавицу в покое. Круче говоря, желания куда-то улетать у нее нет. По-моему, эта сова называется неясыть. Может быть и нет. А, красавица. Глядывается, смотрит направо-налево. А, красавица. Ну, налюбовались мы тобой. Еще тут посидим, подождем. Морские события наши тут. А пока остановим съемку. Так, ничего не происходит. Сидит наша совушка на месте. Как закачал на ветром все. Кости к ней не прилетают. Какая вот вообще панорама. Трудно ее отыскать, если сбиться немного. Немного. Надо очень здорово присматриваться. Тут она будет поднимать, наверное. Трудно. О! Ферошева перышки. Ну, что, пока, Сувка. Отдыхай. Пожалуй, мы тебя наснимали вдоволь. Все. Большое расстояние, в принципе. Если у тебя есть еще что. Совушка-то маленькая совсем. Вот так. К нам гость пожаловал. Дроним. Что интересно. Вот на этом дереве я совку встретил. Привет. Когда была грандиозная битва ее с воронами. Приветик. С вороной и сорогой. Она отлетела туда и вернулась. Сейчас мы спросим. Доброго дня. Не подскажете, к Перуну есть проезд сейчас или лучше туда не соваться? Там стоит наша оборона. Лучше не соваться, да? Спасибо. Все понятно. Давно мы так и чувствуем. Ну, отсюда ее уже не видно. Хорошо спрятано. У нее, кстати, глаза такие немножко с фиолетовым, с такой очень черно-фиолетовые. Да. Может быть, я ошибаюсь. Эту птичку носят на мост имени нашего мэра. Неясыть. Их даже там две иногда бывает. Одну зовут Ваня или Витя. Другую женским именем. И сблизи можно посмотреть на эту птичку. Она небольшая. Пирог коричневого, такое серое. Пятнистая. У нее оперение. Где-то светлее, где-то темнее. Очень такое пригодное для маскировки. Ну, и по фотографиям в интернете видно, какая она неясыть. Вот. Ну, глаза и удивительно поглощают свет. Впитывают его как бы в себя. Как черные такие. Маленькие. Маленькие вселенные. Маленькие черные дыры. Да. С как бы немножко фиолетовым темным оттетком по краям. Будем опираться. Какой здесь чудесный высокий чистотел. А мне сегодня нечего помазать. Здесь четко тоже чудесно. Почва подсыхает потихоньку. Даже не потихоньку, а скорее быстро подсыхает. Может быть даже и стремительно. Все, здесь у нас поворот налево. Сколько я помню, да, там был старый сад. И одно лето там стоял цыганский табор. Я люблю такое зрелище. Они натащили туда всякого хлама, каких-то старых диванов. Малялись на них. На открытом воздухе практически. Дети, женщины. Вон здесь на лужке где-то они стояли. Какой-то год был, не помню. Восемнадцатый, девятнадцатый. Восемнадцатый, может быть. Где-то такие годы. О, Боже, какой ты прекрасный. Только начинаешь распускать листочки. Да кто ж ты такой? Что-то очень знакомое. Так у ясеня. Семь листочков. Неужели-то ясень? Раз. Один непарный и три парных. Итого семь. Нет, мы тебя все-таки определяем. Вот это чудо распозналось. Ну, практически оно не распозналось, но с некоторой небольшой вероятностью определилось как орех. Это орех. Наверное, да. Я никогда не изучал молодой ореховый листок. Боже, кто-то тут что-то привязывает. Цыгане. Ну, что-то привязывали тут кореху. От них тут остались подарки. Будем знать, какой ты. О! Ну, да, это не я, Синялна. Ну, красиво. Интуиция мне подсказывает, что это орех. Вот. Так же, как интуиция, мне подсказала, что именно здесь были цыгане. Хотя, дело было давно, и я вместе к расположению к ним ошибиться. Вот в детской качеле. Кто, как не они, это все здесь устроили. У них тут было детишек мало-мало-меньше. Великое множество. Но выглядели они так, как выглядел бы цыганский табор по сути там сто лет назад или тысячу. Сколько они там уже кочуют, неизвестно. Люди как бы совершенно праздные, но в то время как-то озабоченные. Но сам характер их забот и помыслов и труда, не помоюсь этого слова, какой-то немного странный. Упс, это спуск. А я хотел бы через метеорологическую станцию проехать. Это, наверное, там. Сейчас я соображу. А это на Лосогорскую улицу, кажется, спуск, если есть такая. Я решил заглянуть в карту, чтобы сориентироваться. И вдруг увидел там дуб Татлибена и вспомнил. Здесь же здесь такой дуб есть. Татлибена. в пределах нашей достигаемости он или нет, я еще не знаю. Где-то на пределе. Так, сейчас решим, как ехать. Так, фактически, нам пришлось немного вернуться назад. и вот, кажется, я вижу этот дуб. Может, я ошибаюсь? да нет, уже не ошибаюсь. Точно он здесь. Какие здесь гиганты. Вот он, красавец. Ни с кем не спутаешь. Татлибен строил Новопечерский форт. Это как раз середина 19 века Крымская война, в которой она началась в 1853-м. Он в Севастополе строил укрепление во время этой войны. Был очень талантливым, известным инженером и влиятельным сановником в империи. Татлибен. Мы даже зря посмотрел на карту, ясно, что это. Вот этот дуб. Здравствуй. Приветик. 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 На прогулке. На прогулке. Молодец. Молодец. Хорошая. Ха, пойдет. Залучит. Вот здесь охранный знак. Видите, дуб, тополебайна. Огромный. Есть у него уже отмершие ветви. Вот эти, как пивни старые, вот тут, вот здесь снизу все уже отмерло, но главные ветви вверху все живые. Отлично, отлично, дружище. Вот это его ветви подавит, наверное, потихоньку. Нет, это не его, слава богу. Так, тут пал разного рода. Вот дерево упало, оно опирается на дуб. Что-то большое здесь упало, вот так. Накренело, наклонило клюв, вот это дерево. Просто не убрали еще. Три обхвата. Три. Тут лебена, наверное, так проехали. Три с лишним обхватами. Тут лебен. Так, все. Тут лебена мы нашли. Я у этого господина с собачкой спросил. Как мне правильно. Один раз в день. Ну, я хочу сказать, я одну художину спешу. Одуванщик, знаете ж, да? Да. Одуванщик, знаете ж, да? Один раз в день. Одесенько зирвич, багато не надо, одну. Одну, и відсмакшить. И я вот, жалкую храпиву, о. Один раз в день. Самая-самая верхушка, где соковитая. Вот так, по мне вот. Шкоди. Она, она дуже корисна. Ага. Не приносит. Ну, якщо, конечно, не буде то есть, и там это. И одуванчик. Спасибо за совет. Что буде корисно. Дякую. Дякую. Ну, вот. Влива. Ага, дякую. Ну, вот. Хороший человек. У него умерла супруга не так давно. И он грустит по потере. И собачка грустит. Он такой добряк. Немного потерянный. Ну, вот тут, слава богу, увозит его дочка в деревню. Там он с кем-то будет. Значит, отсмокнать одуванчик и съесть верхушку крапивы. Упс, горлица. Мы запомним. Ну, учил нас. Делаем. Как чудо здесь. Папочка. Да, кроме этого чудесного профилактического рецепта он рассказал еще кое-что. Оказывается, к Перуну можно пробраться. Да, там есть военные, но не везде. Вот. А он себе с собачкой ходит гулять даже до Перуна. Так что, ну, уже в следующий раз мы заедем к Перуну. Вроде. В принципе, местное население здесь такие прогулки практикует. Почему бы нам не присоединиться к их компании? Да, он записал на видео или нет. Скорее всего, правильно произнес фамилию этого крупного инженера военного Тот Лебен. Мы с ним тут говорили Тот Лебен. Тот Лебен нет. Почему у меня так сложилось, что я его фамилию называю неправильно? Ну, как первый раз прочитаешь в своей жизни фамилию, так вот и она остается у тебя. Звучит так, как после первого прочтения. Поглядим на Лысую Гуру. Вот она. И сейчас где-нибудь пристроимся и выпью чаю. Чаю захотелось. А вот тут порядка, отлично. Ну, попил я чайку. За секунду до того, как камера моя включилась, ветер сломал сухую ветку. Вот она упала. ну, у меня шлем. Так что... сейчас будем искать Феофаню. Я забыл, как лучше отсюда от Феофани выбираться. Это мы будем выезжать к институту метеорологии. В эту сторону. О, Боже! прямопуховой. Травка замечательная. Вот сам институт построен, как пожарная каланча. За погодой наблюдать нужна каланча. Мы решаем на проспект науки. Ага.